МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Захареева. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы в центральную районную больницу Карабулахкента. Семья отравилась угарным газом. Снести нельзя достроить. Где ставить запятую, будет решать арбитражный суд Дагестана. Недостроенный ресторан в парке Агель в виде паруса могут снести. Бензин не по карману. На свою зарплату дагестанцы могут купить лишь 530 литров горючего для своего авто. Много это или мало узнаете в нашем выпуске. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в Карабулахкенте. Их госпитализировали в центральную районную больницу. Инцидент произошел в частном жилом доме. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Подобные случаи нередко случаются именно в зимний период. МЧС призывает всех регулярно проверять исправность газового оборудования и доверять его подключению исключительно специалистам. Недостроенный ресторан в парке Агель в виде паруса могут снести. Мэрия Махачкалы обратилась в арбитражный суд Дагестана, чтобы вернуть городу земельный участок площадью 384 квадратных метров. Ранее МВД по Дагестану сообщило, что некий Гаджиев, подделав документы, зарегистрировал право собственности на этот участок. После чего передал права на эту землю третьему лицу. В отличие от документов, чувство подделать невозможно. В Махачкале стали чаще сжениться и меньше разводиться. Около 4 тысяч браков зарегистрировано столичным ЗАГСом в 2019 году. Количество врачующихся растет год от года, превышая показатели прошлых лет. Тенденция роста продолжилась и в этом году. Только за первый месяц в ЗАГСе принято порядка 500 заявлений и зарегистрировано 350 супружеских пар. Браки повзрослели, то есть выходить замуж и жениться стали позже. Так, средний возраст создающих семью махачкалинцев составил 25-30 лет. Между тем, разводы в столице республики стало намного меньше. Большинство пар прожили вместе не больше года. Но теперь не только свое семейное положение можно поменять, но и, как выяснилось, еще и национальность. Каждый россиянин сможет сам выбрать свою национальную принадлежность в коде переписи населения. Подобное заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по делам национальности Ильдар Гельмудинов. Как он себя назовет, так и должно записываться в анкетах, отметил чиновник. По его словам, это прописано в 26-й статье Конституции. Закон запрещает принуждать граждан определять собственную национальность. Перепись пройдет по всей стране в октябре этого года. Планируется также предоставить россиянам возможность заполнять анкеты онлайн. По данным Росстата, на свою зарплату дагестанцы могут купить лишь 530 литров бензина, что является одним из самых низких показателей в стране. В первых строчках рейтинга жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы они могут приобрести на свои кровные почти 2 тонны топлива. Отметим, что в России цены на топливо на порядок ниже, чем в ряде стран Европы, так как страна является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти. Глава Дагестана встретился с дагестанскими студентами Болгарской исламской академии. Накануне Владимир Васильев принял участие в заседании попечительского совета Болгарской исламской академии. Мероприятие проходило под председательством первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Начиная выступление, он подчеркнул, что глава государства поставил большую задачу по восстановлению и развитию традиционной отечественной исламской богословской школы. Ислам в России имеет не только древние корни, но и такую выверенную многовековой отечественной историей, культуру, собственные традиции, особенно важные для такого многонационального и многоконфессионального государства, как Россия. Также было сказано, что Владимир Путин принял целый ряд решений по поддержке Болгарской исламской академии, а также увеличению финансирования Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Также в работе заседания совета приняли участие главы ряда субъектов России. В академии на данный момент обучаются 96 магистрантов и 26 докторантов, в числе которых большая группа представителей Дагестана. С ними Владимир Васильев провел отдельную встречу, поинтересовался успехами в учебе и дальнейшими планами после окончания академии. Более 1 миллиарда рублей выделят Дагестану на благоустройство территорий. Всего в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 250 объектов. Работу планируется провести на 145 общественных и 109 дворовых территориях. Адреса, включенные в программу, можно посмотреть на сайте правительства Дагестана в публикации от 25 декабря 2019 года. У меня на этом все. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин